Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Мэрилден, и сегодня мы продолжаем проходить проект воспитания Икари Синзи. Точнее, мы не продолжаем, а только начинаем, ведь предыдущая серия, по сути, была прологом, а настоящий геймплей начинается именно сейчас. В игре куча различных характеристик и параметров, о которых я вам сегодня и расскажу. А буду я рассказывать вам, как играть данную игру, при помощи гайда, составленной неким или некой Рами Кэтнип. Я хочу поблагодарить этого человека, ведь без этого гайда я бы и сама не смогла разобраться в этой игре. Я буду зачитывать некоторые выдержки из этого гайда, чтобы нам всё стало понятно. Давайте же обратимся к первой важной вещи, к статусу нашего героя. У него есть много параметров. Знание, сила, мораль, восприятие, эра, синхро, стресс. А также есть дополнительные два параметра, которые относятся к Мисата. Процесс и деньги. Начну я свой рассказ с параметров самого Синзи. Параметр Знания растёт с посещением школы и на тренировке интеллекта. В бою параметр помогает следующим образом. Он увеличивает точные стрельбы. Также значение этого параметра может повлиять на концовку игры. Параметр Сила растёт с посещением школы, баскетбольного кружка, на боевой тренировке и на тренировке силы. Увеличивает силу удара и защиты Евы в бою. Уменьшает урон от атак ангелов. Это один из самых важных параметров, которые нам необходимо будет прокачать. Ведь битва с тринадцатым ангелом является ключевой, и она сильно влияет на концовки в этой игре. И чтобы получить самую хорошую концовку, параметр Силы нам необходимо прокачать до максимума. Это следует учитывать при прокачке Синзи. Параметр Мораль растёт с посещением школы и на тренировке духа. Если значение параметра низкое, Синзи может ослушаться приказа в бою. И это правда. Синзи не всегда будет исполнять то, что вы ему прикажете. Если параметр Морали низкий, можно, например, сказать ему защищаться, а он просто наплюёт на наш приказ и будет атаковать. Из-за чего он может перейти в режим Бесерга. А режимы Бесерга плохо влияют на возможную концовку. Так что Мораль мы тоже должны подкачать. Параметр Восприятия растёт с посещением школы, музыкального кружка и на тренировке Восприятия. В бою он влияет на защиту нашего персонажа. Также значение этого параметра влияет на концовку. Вообще, многие параметры влияют на концовку. Имеет значение тот параметр, который будет самым высоким. Именно этот параметр и сыграет свою роль в концовке. Параметр ЭРО растёт с ростом отношений с девушками, определяет некоторые события. Если рост этого параметра за неделю 15 единиц и больше, а Мораль меньше, чем ЭРО, то Синдзи начнёт подглядывать за Мисата и Аской, а также будет прятать по квартире порно-журналы. Ну, чего и следовало ожидать от подростка, которому всего 14 лет. Чтобы параметр ЭРО привисел параметр Морали, это нужно постараться. Мораль ведь нам очень важна, чтобы Синдзи слушал наших приказов. Мы будем её так или иначе прокачивать, а вот оставлять её непрокаченной не следует. Так что, скорее всего, Синдзи у нас будет приличным молодым человеком и не будет подглядывать за женщинами в ванной и прятать порно-журналы. Параметр Синхро растёт на боевой тренировке и во время Синхро-теста снижается только при посещении школы, влияет на боевые параметры и помогает в бою. Он укрепляет нашу защиту и увеличивает точность стрельбы. Но у этого параметра есть одно большое «но». Чем выше данный параметр, тем при большем количестве здоровья Синдзи перейдёт в режим Бесерка. А как мы помним, режимы Бесерка отрицательно сказываются на получаемую концовку. Так что, несмотря на то, что это важный параметр, и он усилит нашу Еву, мы этот параметр вообще прокачивать не будем. Если вы хотите сыграть на самую лучшую концовку, просто забываем про Синхро-тест. Просто забудьте. Параметр Стресс. Растёт при посещении школы и всех тренировок. Снижается время отдыха и каникул. При высоком уровне стресса Синдзи может заболеть. Несколько дней он проведёт на больничном, место выполнения своего расписания. Избежать болезни поможет высокий уровень силы. Главное – держать параметр силы выше параметра стресса. По мере того, как я разрабатывала примерную тактику для прохождения этой игры, я всегда держала стресс на нуле. К тому же некоторые действия, которые понижают стресс, также влияют на получаемую концовку. И, например, те же каникулы или отдых с друзьями приближают нас к хорошей концовке. Поэтому стресс у нас не будет слишком высокий. А теперь перейдём к параметрам Месата. Прогресс – это показатель работы Месата в нерв. Чем выше прогресс, тем более крутое оружие будет у Ев. Различные копья, винтовки – всё это мы можем получить только если Месата будет хорошо работать в нерв. Отправлять Месата на работу в нерв мы можем только в воскресенье, но при этом у нас заблокируются пункты уборки, а также пункты посещения магазина. В игре также есть скрытые параметры, и сейчас я поговорю о них. Очень важный параметр – это независимость. Скрытый параметр – один из самых важных в игре. Определяет переход между сюжетными ветками. С самого первого воскресенья равен 500 единицам. Во время игры убивает. Минус один за синхротест. Минус один за боевую подготовку. Минус десять за болезнь. Минус двадцать за падение дружественной Евы в бою. И минус тридцать за впадение в режим Бесерка. Но он увеличивается. Плюс один за посещение школы. Плюс один за свободное время в компании друзей. Плюс пять за каникулы. Только один раз в месяц. Плюс пять за каждые десять посещения кружка. Плюс пять за особые события с девушками. Плюс десять, если удалось избежать режима Бесерка. А также прирост происходит от некоторых событий в ветке Пафос. Что такое ветка Пафос, я расскажу дальше. Также тут есть скрытый параметр отношения с персонажами. Персонажей тут целая куча. И с многими из ними можно закрутить роман. Я не буду перечислять, какие тренировки и какие события влияют на улучшение отношения с конкретным персонажем. Если вы хотите это узнать, лучше сами загляните в гайд и выберите того персонажа, который вам нужен, с которым вы хотите получить концовку. У меня есть кое-какие мысли о том, какую именно я буду зарабатывать концовку. Но пока что я не буду вам раскрывать планов о ней. Дальше вы сами все поймете. Также есть скрытый параметр загрязнения комнаты. Растет на один в день. При 40 единицах загрязнение становится видимым. При достижении 80 единиц у синьзи ежедневно увеличивается стресс на плюс 2 единицы. За каждую уборку загрязнение уменьшается на 40. В отдельном магазине мы можем купить предметы, которые будут уменьшать загрязнение. Уборку мы можем проводить только в воскресенье. Если мы проведем уборку, мы не сможем пойти работать в Месата в нерв и не можем посещать магазины. Есть параметр повреждения. Урон, нанесенный кварталом города в бою с ангелами. Наносится каждый ход. Вход боевых защитных систем. Вход Евы, вне зависимости от того, какой приказ она исполняет. Вход ангела, даже если он атакует не постройке, а Еву. При достижении определенной величины, один из случайных кварталов разрушается вместе с находящимся в этом квартале магазином. За один бой может быть разрушен только один квартал. Но ничего страшного в этом нет. Деньги, которые мы будем получать, будут нужны в основном для проведения каникул. А ассортимент магазинов, ну, не слишком влияет на прохождение игры. Так что можете не волноваться на этот счет. Лично я, когда впервые играла в эту игру, я ужаснулась от того, что в каждом бою я теряла по магазину. Я думала, что я делаю что-то не так. Но на самом деле нет. В некоторых боях невозможно выиграть без потерь. И только благодаря этому гайду я об этом и узнала. Так что если вы потеряете какой-то магазин, не волнуйтесь. Вы и так сможете пройти игру, даже без его помощи. Давайте теперь поговорим о боях с ангелами. Это ключевая часть игры. И один бой с ангелом будет сильно влиять на концовку. Так что давайте-ка уделим этой теме некоторое время. Уделим время мы конкретно приказам, которые можем отдавать Еве. Первый приказ это атака. Атаковать ангела текущим оружием ближнего или дальнего боя. Второй приказ. Ближний бой. Убрать оружие дальнего боя и перейти в ближний бой. Доступно только один раз. Перейти в режим дальнего боя после этого нельзя. Защита. Один ход тратится на специальное защитное движение. Коэффициент защиты увеличивается до двух. Урон от атака ангела уменьшается. Коэффициент защиты, в отличие от концентрации, не снижается. Повысить его можно максимум до трех раз. Концентрация. Один ход тратится на прицеливание из оружия дальнего боя. Коэффициент увеличивается до двух. И на следующем ходу атака Евы нанесет больше урона. Коэффициент можно повысить максимум до трех. Зачем это нужно? Урон от оружия дальнего боя всегда 7 единиц. С концентрацией в 2 урон от атаки будет 15-16 единиц. А с концентрацией 3 25 единиц. Что дает небольшую прибавку к урона и позволяет закончить бой быстрее. И последний пункт приказов это ждать. Не совершать никаких действий. Единственное применение намерено довести Еву 0.1 до бесерка, чтобы получить концовку из ветки Тонатоса. А ветка Тонатоса является самой худшей веткой в игре. Так что мы об этом приказе забываем навсегда. Наша Ева всегда будет атаковать, либо защищаться. Теперь же поговорим, собственно, про ветки, которые есть в игре. В игре есть три ветки. Тонатос, Пафос и Кампос. Кампос это самая лучшая ветка, которую сложнее всего заполучить. Первые 7 глав в игре будут происходить по ветке Тонатоса. Самой худшей версии. Версии, которая показана в самом аниме. Как вы помните, аниме было не слишком позитивным и закончилось весьма негативно. Нам нужно будет перейти на ветку Пафос, а после на ветку Кампос. Чтобы перейти с 7 главы Тонатоса в 8 главу Пафоса, нужно, чтобы параметр независимости был 500 или более единиц. В противном случае произойдет переход на 8 главу ветки Тонатос. Чтобы и после 8 главы оставаться на ветке Пафос, нужно в течение главы обеспечить прирост к независимости хотя бы 10 единиц. Чтобы перейти с 20 главы Тонатоса в 21 главу Пафоса, либо с 20 главы Пафоса в 21 главу Кампуса, нужно выполнить два условия. Параметр независимости должен быть от 550. И Ева 0.1 в бою с 13 ангелом не должна впасть в состояние Бесерка. Бесерка во время боя с 13 ангелом обеспечит переход на ветку Тонатос. А как мы помним, данная ветка является самой мрачной и худшей в данной игре. С 21 главы параметр независимости теряет свою важность. До конца игры будет та ветка, которой принадлежит 21 глава. Исключение составляет 24 глава Кампуса, где появляется возможность выбора, продолжить игру на Кампусе или вернуться на Пафос. Вот, собственно, и все, друзья. Я рассказала вам важные параметры, которые помогут вам пройти эту игру. В этой серии в игре мы сделаем лишь одну вещь. Мы уберемся. Посмотрите на задний фон. Он захламлен. Но, как мы помним, Мисата у нас не слишком любит убираться. И поэтому нам необходимо это исправить. Заходим в параметр личное. И выбираем уборка. Если мы выберем уборка, мы не сможем пойти работать, мы не сможем пойти в магазины. Но нам необходимо убираться. Иначе Синди будет страдать. Так, сегодня устраиваем генеральную уборку. Нам показывают пятую точку Мисата. Видимо, для того, чтобы мы не слишком грустили во время уборки. Сортируйте вещи для стирки, пожалуйста. Кладите их в разные корзины. Извини, Синдикон. Черт, как некрасиво. Могли бы стирать сами хотя бы свое белье. Уборка закончена. Ну, Мисата жестокая женщина. Заставляет пацана свои труселя стирать. Давайте-ка еще посмотрим, что тут у нас есть. Вещи. В вещах у нас ничего нету. Вещи мы можем покупать именно в магазинах. Но пока что денег у нас нет. Деньги нам выплатят на следующий день. Их выплачивают раз в месяц. Количество денег зависит от того, повредился ли город во время боя с ангелом. Если не повредился, мы получим 10 тысяч йен. Если повредился, получим 7 тысяч йен. Вот такая простая арифметика. Теперь мы сделаем следующий шаг. Мы поговорим с Синдзи. А в последнее время ничего интересного. В будущем, когда мы будем нажимать на диалог, Синдзи будет рассказывать нам, какой параметр у него самый высокий и какую девушку он облюбовал. Конечно, это все зависит от того, сколько очков в отношении с конкретной девушкой он набрал. Или не с девушкой. Но об этом позже. В общем-то, на этом я, пожалуй, завершу данную серию. Она была такой информативной. Но не волнуйтесь. Дальше таких серий уже не будет. Будет в основном геймплей. Мы сохраняемся. Тут, конечно, такие допотопные сохранения. Ведь игра довольно-таки старая. 2004 года выпуска. Ну и оно и понятно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего дня. Удачи и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok